Никита. Этюд отличается от многочасовой картины тем, что в этюд вкладывается энергия свежего впечатления, мгновения, восхищения. А долгая работа — это уже плоды размышления, идеи, воплощения умений и знаний. Абсолютно согласен. Если удается огонь первого впечатления вложить в большую работу, то это успех безусловный. Видела сюжет об одной молодой художнице. Мастерская ее уставлена огромными полотнами, на которых сюжет занимал только третью часть. Остальное — чистый холст. Претензии не совпадали с количеством огня. Выпалила любовь к натуре, и все. Сил закончить сюжет — не хватает. Но это мое рассуждение. Я хочу дополнить ваше рассуждение, Никита, своим ощущениям, когда такое случается, когда чистый холст художник оставляет. Я не видел работы этой молодой художницы, которую вы привели в пример, но в своих работах я часто оставляю белый холст. И за себя могу сказать следующее, что это сознательно оставленный холст. Даже если ты третью часть заполнил, это сознательное решение. Почему? Потому что чистый холст, то есть отсутствие на нем краски — это элемент композиции. Каждый мазок или отсутствие его тоже является элементом композиции. Почему бы не использовать чистый холст как элемент? Но опять у нас в нашей столовой, например, когда нам ставят утром кашу, но они же оставляют чистое место на столе — тарелочка и стол большой. Это композиция. Вилочка лежит. Почему нужно все заставлять? Мы же кушаем мало. А если я один, например, кушаю, а остальные пациенты гуляют уже в саду, я припозднился, например, я сажусь за практически чистый стол, потому что все уже убрано. Стоит моя тарелочка хлебушек, кашка, компот, и достаточно это работает. Это даже не 30 процентов занятости этого огромного стола, а 5. Работает. Я насыщаюсь этими 5 процентами каши. Мне много не нужно. Я думаю, что эта художница молодая оставила это сознательно чистый холст, потому что это не значит, что она не смогла. Вот выбрала все, что любовь к натуре, и не смогла закончить сюжет. Если человек работу показывает, она закончена. Работа закончена в любой момент времени, мы же с вами знаем. Но того же Фешина посмотрите, какие блистательные работы, где белый холст остается и просвечивает. Это можно использовать. Но вот в этой работе чистый холст оставлен сознательно, как элемент композиции. Вы можете оставлять не обязательно чистый холст, например, нежного цвета сделать имприматурой, и она останется, будет не белый холст. Но кто-то решает оставлять белый, почему нет. Тоже интересно. Фешин вообще советовал писать на белых холстах. Почему? Все-таки краска любая, она прозрачна. Ну если не черная, конечно. Так вот краска, положенная на, например, темный грунт, одна и та же, и на белый грунт, по-разному отражает свет. На белом холсте она более яркая, более сочная. А на темном она может провалиться и быть заглушенной. А со временем уж тем более. Я раньше как-то об этом не знал и недооценивал это. А сейчас влюбился в белый холст и в краску, которая на белом холсте, как она звучит. Это музыка, конечно. Татьяна Загрекова. Стоит ли писать третий раз натюрморт, если он уже два раза не удовлетворяет. Но его все еще хочется написать. Были ли у вас такие случаи? Ну стоит, конечно, даже если не только натюрморт не удовлетворяет, а что-то другое можно пробовать и пробовать, пока не удовлетворит. Вот Серов, например, брал рисунок свой. Он додыр и стирал, ну просто измусоливал бумагу, она продиралась додыр. Он клал ее на стекло, сверху еще один лист, переводил. И так, я не знаю, сто раз что ли, очень-очень много раз, пока не добивался такого результата, что его удовлетворил этот рисунок. Но портрет такой вот со спиной, по-моему, красавиной. Легкий-легкий, тонкий-тонкий. Он очень много раз, по-моему, делал. Если я ошибаюсь, поправьте меня, этот или другой. Пока он не превратился просто в линию. Ну, как надо мусолить и изучать модель человека, чтобы довести его до линии тончайшей. Но Врубель прибегал все время, уже на выставке висел его демон, по-моему, поверженный, который в Третьяковке. Вот, даже можно там разглядеть, другое лицо было написано совсем. Понятно, что это переписывание, но это уже как новая работа. Ну, вот сейчас я писал и закончил, наконец, натюрморт. Долго писал, пока он меня не удовлетворил. Я покажу сейчас стадии этой работы, и вы увидите, как он делался. Я менял драпировку ее положения. Я изменил потом, просто угол зрения чуть-чуть слева подошел, посмотрел. И увидел, что вот этот кувшин гораздо выгоднее работает, когда сзади я вижу более плотный тон. Но он, естественно, должен не конфликтовать с этим подносом. Вообще нет, не должно быть никаких конфликтов. И все должно быть так тонко по тону, чтобы не было попаданий в одном тоне, ну и уж в цвете, среди больших масс, больших площадей. Так что я за то, чтобы либо доводить работу до того, что она вам вот все нравится во всех отношениях, либо просто брать другую, переписывать. Но главное, чтобы довести до состояния, вот и так сойдет не годится в нашей палате. В нашей палате все должны быть здоровы, включая санитаров. Они могут даже быть больнее, чем мы. Я так подозреваю. Я не могу снять урок, как писался, например, этот натюрморт. Он очень длительный. Ну, я не знаю, сколько по часам, но длительный. Вот не спеша, не торопясь. В уроке я показываю принцип. И там, конечно, другой метод работы, быстрый. Ну, там, часовой, например, да, или двухчасовой. Ну, здесь гораздо больше часов. Но принцип, который там в моих уроках есть, вот в любых, они живучи, и по ним можно писать, используя их, как базис, писать любой длительности работы. Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, еще пару человек я могу взять на свой семинар в Бахчисарае и в Гурзуфе. Так что вы напишите мне в WhatsApp, и мы сверим наши часы. Будет очень интересно. Весна, цветущие деревья, ой, красота невероятная. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok